Ну считается, что хладовые ванны, так называемые хладовые ванны, которые стоят от 3 до 5-7 минут с температурой воды 10-17 градусов, одно из лучших средств восстановления после тяжелых нагрузок и после матчей. С ними честить не надо, но они действительно уменьшают выраженность воспаления мышечного, которое бывает всегда после нагрузок, какие-то микротравмы легче переносятся. И на следующий день субъективно ощущение больше, скажем так, отдыха, ну грубо говоря. То есть дело на самом деле хорошее. Ну я думаю, что на высоком уровне такое это невозможно, а на уровне, где футболист думает о буклера к нему 10 пред матчем, я думаю, ничего страшного не произойдет. Я думаю, что среди соперников там вот тоже люди, которые по 10 км едят, глаза от них не бросятся. На самом деле ничего там хорошего нет, но я не думаю, что что-то кардинальное, критическое произойдет. Ну может быть изжога, там тошнота, но сильно хуже футболист играть не будет точно. Самая частая причина это или те, кто сейчас клеит тейпы, потому что потом их иногда бывает очень больно отдирать от волос. И плюс, опять же, наиболее частая причина, когда часто делается массаж, то на кожу без волос гораздо легче это переносится. Ну опять же, по словам перелом, что подразумевать? Если это перелом травматический, какой-нибудь под надкосничный, может быть даже стрессы перелома, немножко косточка, то почему нет? Такие случаи были. У нас в некоторых командах РПЛ люди играли по 2-3 недели, забивали голы даже с переломом. Только через 3 недели выяснялось, что там перелом, одно из пястных костей. Да, такое бывает очень часто. С переломами ребер точно играли и неоднократно, и 4-5 футболистов играли с переломами ребер. Нет, не опасно, люди играют. Температура минус 15 является сейчас по новому регламенту РФС, является нижней точкой, ниже которой играть не стоит. Но если даже играть, прецеденты были, здоровье, в том числе мужское, не страдало. Психолог, несомненно, нужен. Но психолог, который обладает авторитетом среди футболистов, психолог, который разбирается в футболе, знает специфику футбола, и психолог, который работает с футболистами именно футболисты с высокого уровня. Если такой психолог найдется, который подойдет три требования, то, несомненно, он нужен. Я таких психологов не знаю. Например, в сборной России лучшим психологом является главный тренер, который неоднократно с помощью различных психологических фишек переворачивал ситуацию в нужную ему сторону, и за что, я думаю, потом впоследствии ребята ему были только благодарны. Ну, футболисты это те же дети, да, то есть то, что запрещено, хочется больше всего, да. Когда игра хорошая, успешная, иногда хочется побаловать себя в что-то запретным, хотя, ну, хотя на высоком уровне тоже, думаю, очень редко встречается, но надо признать, встречается. Ну, я думаю, что это просто вот тяга какая-то к чему-то запретному только поэтому. Но это, в любом случае, разовая акция, такого, что прям всегда после какой-то тяжелой игры все бегут какую-то там фастфудную, и едят, такого точно нет. Ну, в сборной это, в принципе, невозможно. Ну, я отвечу нет, хотя найдутся умники, которые скажут, что вот как нет, там кортизол будет повышен, и вот сразу можно видеть, что какой-то стресс был. Ну, тут кортизол повышается от фантастического количества факторов, как положительных стрессов, так отрицательных стрессов, поэтому я отвечу нет. Узнать, что он поссорился с женой, или ребенок получил в школе двойку, или он на дороге по пути на базу с кем-то повздорил, по анализам, рутину, которую мы обычно берем, выяснить нельзя. Ну, во-первых, не всегда надо бежать быстро, иногда можно бежать неспешно, как ситуация на поле складывается, и тоже есть такие тактические какие-то нюансы. Но я, сколько врачи знаю, с функцией несколько раз выбежать на поле, даже на хорошем рывке, все справляются, потому что ребята опытные, вот, поэтому здесь проблем не бывает, но специальных тестов не бывает, но люди знают, что может потребоваться на поле, поэтому, наверное, как-то готовиться, но это, на самом деле, дело не кипятное. Нет, они точно не успевают, разминка обычно длится 20-25 минут, она очень интенсивная, тренеры иногда просят даже, чтобы прияток задохнулись, да, поэтому пульс разгоняется хорошо, то есть готовятся мышцы, за это время не успевают, плюс в раздевалке ребята пока переоделись, пока там, коротко-напускное слово тренера, выходят все в абсолютно разогретом состоянии, никаких проблем не бывает, но при этом надо понимать, что разминка предматчивает, как касается любителей, профессионалов, она должна быть действительно качественной, то есть она, это прям важнейший компонент подготовки к качественной, безопасной, без травм игре. Да, конечно, стресс по-разному проявляется, бывают такие случаи, я несколько раз видел, ну, 6-7 лет назад, в последнее время не видел, когда футболист прям перед игрой, перед важнейшей игрой на очень важном турнире прям убегал в туалет, там его даже, ну, рвота была, иногда может поташнивать, но, опять же, чем опытнее ребята, лучше не контролируют свои эмоции, тем реже это встречается, но это бывает, в этом еще страшное я не вижу. Опять же, какой-то расхожий стереотип непонятный, да, у нас, кто только не пытается рассказать что-то о футболистах, лежат в двух ситуациях, когда действительно, действительно, или тяжело и больно, сразу подняться, или по тактическим моментам надо отдышаться, время может какое-то потянуть, потому что ситуация на поле разная бывает, в этом нет ничего зазорного, такие тактические моменты, для этого есть судья, чтобы это пресекать с одной стороны, но с другой стороны это никто никогда не отменял, это всегда будет. Лежат далеко не поиск каждого столкновения, поверьте, а футбол, такой вид спорта, который, ну вот, я всегда, знаете, говорю, 20 минут побегать с футболистами рядом, без мяча, мяч трогать не надо, вот, и можно вызвать, в принципе, скорую помощь. Поэтому футбол сам по себе тяжелый вид спорта, и столкновения, которые происходят, они даже, на первый взгляд, незначительные, но они достаточно серьезные, после игры всегда смотришь, ссадины, ушибы, гематомы, это прям будни футболиста высокого уровня, никто даже не будет пытаться пропускать тренировки из-за этого, поэтому просто так редко, когда лежат. Точно, наверное, результаты анализа крови не влияют, тренировки не влияют, мешать кровь, забирать кровь из вены, когда мы анализы какие-то делаем, точно не мешает с этим, крови не было, ну, по крайней мере, мне не мешает, коллегам из сборной не мешает, вот, но вены кровь из зеленого берем очень редко, только перед тем, как будет анализа крови для расширения каких-то показателей, тренировки не влияют, мне кажется, они вообще ни на что не влияют. Они играют не в комиссионном берье, есть, так называемые, подтрусники, они не сдавливают ничего, это просто, как вариант, чтобы, ну, грубо, не было где-то потертости, натертости, когда вариант, то есть, это не компенсионное белье, это обычные подтрусники, которые, да, они менее свободны, чем трусы, которые поверх надеваются, но это не компенсионное белье. Ну, я бы тоже в самолетах не ел бы, обычно самолеты кормят так, что здоровее будешь, если это есть, не будешь, поэтому здесь ничего деятельного нет. Когда сборная летает, у нас есть специальное меню, разработанное для полета в самолетах, и все яд, проблем никаких нет. Доказано в ряде работ, что использование компрессионного трикотажа, не просто там чулки, могут быть где-то штаны, некоторые ребята костюмы заказывают все компрессионные, положительно влияют на мышечное становление после тяжелых нагрузок. Я бы рекомендовал всем, я бы раньше с вами, по-моему, это записывали даже, да, всем используем компрессионный трикотаж во время перелетов, важнейший фактор безопасности, хорошее самочувствие легкости в ногах после длительных перелетов. Ну, если вы хорошо их переносите, вы можете, что угодно, можете гвозди есть, если вам после этого нормально, да, просто непонятно, зачем перед тренировкой есть кисломолочные продукты, но если вообще ничего другого нет, и очень хочется поесть, ну, конечно, можно, но в день перед игрой, в день перед тяжелой тренировкой, перед тяжелой тренировкой лучше за 2 класса на часа съесть что-то из разряда длинных углеводов, да, там, запеченный картофель, буре-рис и так далее. Перед самой тренировкой можно тоже какой-то легкий перекус сделать, но это точно, то есть кисломолочные продукты не будут в числе первых того, что можно рекомендовать. Очень частая проблема нарушения сна у споснов именно высокого уровня. По статистике, 2 трети футболистов высокого уровня имеют проблемы со сном, связанных с поздним началом игр, длинными перелетами, ночевками в гостиницах, все время новые места обитания и так далее. Что сделать? Есть продукты, богатые мелатонином и трептофаном, куриная грудка, токивные семечки, вишневый сок. Применение этих продуктов. Стараться, ну, игра не всегда заканчивается, прям, рано, да, если заканчивается пораньше, все же поесть за 3-4 часа до отхода ко сну. И надо понимать, что эта проблема, ее, так, по мгновению волшебной палочки не решить. Часто используют мелатонин, есть прям ситуация, какого часа не спится, 6-9 мг, чтобы заснуть, вполне допустимо. Но опытные ребята с ним борются, и мы понимаем, что в день игры тяжелый, какой заканчивается поздно, ну, все равно очень многие ребята долго спать не будут. К сожалению, это данность, с которой бороться достаточно сложно. В следующие дни они наверстают по сну это ухудшение. Ну, наверное, если на поле ходил в туалет, ну, надо сходить в туалет, если прям совсем не в моготу. Это все лучше, чем сходить в туалет по большому, например, на поле, да. Вот, ну, я такими ситуациями не сталкивался. Если по малой нужде, ну, то, мне кажется, в важном матче лучше по малой нужде сходить на поле. Если по большой нужде, ну, наверное, надо идти в туалет, да, чтобы людей не смешить. Все равно ты не помощник. Но я с такими сталкивался. Ну, если кому-то приспичит прям так, что не в моготу, ну, уходите, предупредите тренера, и, ну, 2-3 минуты без вас сыграют. Играют же без удаленных футболистов по тайму и больше, но и без вас сыграют. У меня на памяти так, что прям в быту, из личной практики, таких травм, там, единицы были. Я помню ситуацию, когда одному футболисту машина бампером голень сильно прям пережала. Была такая хорошая гематома, несколько недель прям человек не играл. Ну, по историям другим, были люди, которые там стюардесса в самолете, там что-то разбило, разбили. Кто-то стекло в антиколонах разбился, порезался. Ну, вот в моей практике в бытовых условиях футболисту, то есть скучная мне практика. У меня не было никаких там, я не оказывал никакой помощи в самолете, которую бы потом я стал бы журналистам рассказывать, да. У нас человек, вот, реально давление упало, сознание человек потерял, врач подошел, спросил, как дела, по щекам похлопал, все, значит, в прессе это все же рассказывается. Ну, это считается, как герой спас. У меня даже таких ситуаций было там очень мало, да, и непонятно о них рассказывать. То есть какого-то драйва, ну, к счастью, к счастью, для меня, ну, наверное, не было.